Действительно, там у нас на острове Союз собираются люди, которые говорили, ну, я не покорячусь и скажу, черт знает где. Потому что, ну, около полусотни стран, где Советский Союз, впоследствии Россия, принимал участие в каком-то том или ином виде в боевых действиях. Сегодня это тоже происходит, об этом поговорим. Я даже помню нашего преподавателя тактики, училища, полковник Журавлев. Он все время, мы такие все в зеленой форме, а он такой в черной, в морской пехоте, полковник маленький. Нагонял нас, как вообще, не знаю, 10 километров пробежим с оружием, и он тоже выглядит хорошо, а мы такие. Так он только в Африке воевал в пяти странах, которому оказалось. Ну, тогда об этом не очень принято было говорить. Так вот насчет Африки. Следующая песня, это песня моего очень близкого-близкого друга. Он живет в городе Лиды, где я начинал свою службу лейтенантом. Это Сергей Герасимович, он воевал в Мозамбике в 87-м году, там где-то вот, был военнопереводчиком. Так же, как и его однокашник Сергей Зенченко, он воевал военнопереводчиком в Анголе. Именно воевал. И, ну вот, я почему Зенченко пою, Сергей автор вот этой песни, а другой Сергей Зенченко, он дизайнер всех моих дисков. Диски, кстати, там сегодня продаются все те же старые, но тем не менее, он дизайнер. И мы как-то с ним общались, мы в Минске недалеко друг от друга живем. И спустя вот, ну уже вроде друг друга знаем, черт знает сколько. Он говорит, а вот, ну вот мы когда в Анголе были там, мы с соседями были с нашим самым главным начальником. Такой мужик интересный был, с более такой, вообще совершенно неожиданной фамилией Кук. Гертолетчики, я думаю, насторожились. Да, это был именно тот Кук-старший, вот он тогда был военным советником. И так вот получилось, да, что я в прошлом году их, ну как сказать, не то что вновь познакомил, а свел и вот, ну надо же, насколько мир тесный. И сегодня там в Анголе военным советником тоже мой, очень близкий, хороший друг, один генерал. Не знаю, не буду называть его фамилию, летчики его знают, мало ли, может, нельзя там никак. Да, ну песня вот на эту тему, это южное полушарие, там другие созвездия. Над головой южный крест, совсем не русское созвездие. Сюда доходят редко вести из белорусских наших мест. Несчадно солнце спины сжет, мы скоро станем местным, братья, пока нас делят только платья, консервы и большой живот. И будет снится нам года, свинина в соусе котлета, у нас щадящая диета. Три пайки риса и вода экзотика, хоть волком вой. Да нет волков здесь и в помине, кругом слоны и мандарины. Видишь, петух здесь вроде свой. Здесь все шевелится, жужжит. Удавы выстроились в марше, нельзя послать их всех подальше. И надо как-то с ними жить. Березы видим лишь в кино, а за окном кокос на пальме. Но он висит бесплодным камнем, его срывать запрещено по вечерам. Письмо жене. Мол, жив здоров, и все спокойно, а на столе лежит обойма. И на войне, как на войне. И на войне, как на войне. Над головой Южный Крест. Совсем не русское созвездие. Сюда доходят редко вести. Из белорусских наших мест. Из белорусских наших мест. Из белорусских наших мест. Спасибо. Спасибо.